Песня Господи, благослови наши занятия. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания слов Твоих Божественных. Прибудь с нами и в этот воскресный день. Хвала Тебе. Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святой Духа. Аминь. Первое послание к Каримхину, святого апостола Павла, 15 глава, 47 стих. Первый человек из земли перстный. Второй человек Господь с неба. Толкование. Дабы не вознеродели о прекрасной жизни, хочет уже убеждать к жизни Богоугодной и говорит, что Адам был из земли. А чего он и назван так? Ибо Адам означает земного и перстного. А второй человек был Господь с неба. Первому дает имя от худшего, а второму от лучшего. Не потому, будто человек, то есть воспринятая человеческая сущность, был с неба, как пустословил безумный Аполлинарий. Но потому, что одно лице в одном Христе. По причине всего единения говорится, что Он человек с неба. По одной же причине говорится, что Бог был распят. Первое к Каримхинам 2,8. Вопросы? Первое к Каримхинам, 15,48. Каков перстный, таковые перстные. И каков небесный, таковые небесные. Толкование. То есть, так же погибнут и умрут. Или те, которые привязывались к земле, умрут смертью греховной. То есть, так же будут бессмертны и славны. Ибо хотя умирал и второй Адам, но он умирал для того, чтобы разрушить смерть. Или те, которые вели богоподобную жизнь, будут прославлены, как помышляющие о небесном. Первое к Каримхинам, 15,49. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного толкования. Здесь яснее обнаруживает увещательный тон речи. Образом перстного называют дела порочные, а образом небесного дела добрые. Посему, как прежде, мы жили в злобе, как сыны перстного, и мудрствующие, земное, так теперь должны жить добродетели, чтобы сохранить образ и подобие небесного. Образ перстного состоит в следующем. «Прах ты и впрах возвратишься» Бытие, 3,19. А образ небесного в воскресении из мертвых внетлений. Посему, если то, что говорится о воскресении, должно понимать не об образе жизни, то и слова «будем носить» и «образ небесного» должно понимать или писать как указание будущего события, то есть что мы обличемся. Вопросы? Игнат Тихонович. Тут надо просто навыкнуть этим словам. Обречемся, то есть вот это тело наше, которое украшаем, есть всего лишь одежда для души. Одежда и дом. До Колина я нахожусь в этой земной храмине, Петр говорит, домик. А мы чтим-то дома не хозяина. Всегда здороваемся. Все остальные наши действия, так к человеку, относятся к одежде и к дому. Когда душу-то отрицают или даже не видят. Даже вот знаешь, что душа есть, а разговариваешь как бы с оболочкой. Мы привыкли ее видеть. Вот подвиг-то в чем заключается-то. Надо научиться понимать, что главное, и это видеть. И когда человек какие-то делать недобрые дела, надо понимать, что рядом стоит дьявол. Мы не видим, но это надо реально представлять. Все. Так, еще вопросы, может быть. Так, идем дальше. 1 Корифонам 15.50 Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует не тление. Толкование. Поскольку сказал образ перстного, то как бы в объяснении его говорит, что образ перстного суть плоть и кровь. То есть дела плотские и свойственные тучности тела, которые не могут наследовать Царствие Божие. То есть злоба, расклевающая благородство души, не может наследовать он и славы, и нетленных благ. Так, можешь понимать и так, что все, что сказано не об образе жизни, но о воскресении. Например, слова плоти и кровь, значит, в будущем веке будет наслаждаться Царством не нынешнее тело, состоящее из плоти и крови. Ибо там нет пищи и питья, которыми питается нынешнее тело. И тление, то есть тленное тело, не наследует нетленного. Посему необходимо нашему телу сделаться духовным и нетленным. Впрочем, знай, что Златоуст принимал эти слова апостола за увещание к лучшей жизни. Ну и я соглашусь со Златоустом, что действительно, кровь не могут наследовать Царство, поэтому подбросить надо гнев, злобу. Ну, дела плоти, там перечисляются. Злоречия, блуд, нечистота. Первое карифонам 15.51. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Толкование. Опять возвращается к учению о воскресении и говорит, что намерен сказать им нечто страшное и сокровенное. Сим же оказывает и большое к ним уважение, коль скоро сообщает им тайны. Хотя, говорит, не все умрут, однако изменятся все, то есть и те, которые не умрут, облекутся внетлением. Итак, когда будешь умирать, не бойся того, что не воскреснешь. Ибо вот, я говорю тебе, что некоторые не умрут, и одного этого им недостаточно для оного воскресения, если они не изменятся, и таким образом не придут в бессмертие из той смертности тел, какую они имеют. Посему, как для них не полезно не умирать, так для нас не вредно умирать. Ибо для них изменение служит смертью, потому что в них умирает тление, изменяющееся внетление. Вопросы? Алло, есть вопрос, но чуть позже, чуть позже. Пожалуйста. Первое количество нам 15.52. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Толкование. В кратчайшее и неуловимое время, в какое можно только смежить ресницы, совершится столько и таких дел. Это весьма чудно. Ибо должно удивляться не только тому, что воскреснут сгнившие тела, и тому, что каждый получит свое собственное. Но и тому, что все это совершится так быстро, что нельзя и выразить. Слова при последней трубе, некоторые понимали о той, о которой написано в Откровении, глава 8, 9 и 10, Евангелиста Иоанна. Он говорил, что есть семь труб. Первые из них производят поражение людей, ибо не все вместе умирают, но по частям. И это говорит по устроению Божию, дабы остающиеся, видя первых погибающими, сами раскаялись. А последняя труба произведет воскресение и изменение уже воскресших вскоре в мгновение ока. Дабы кто не усомнился, так как дела совершаются в мгновение ока, подтверждает достоверность своего слова силой Бога, творящего он и и говорит, что вострубит и сделается. Подобно сему, он сказал и сделалось. Псалом 32, 9. Ибо труба означает не что иное, как повеление и мгновение Божие, предшествующее всему. А мы изменимся. Говорит это не о самом себе, но о тех, которые тогда будут в живых. Вопросы? Так, ну идем дальше. 1 Калифтам 15, 53. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему надлежит облечься в бессмертие. Толкование. Дабы кто-нибудь услышав, что плоть и кровь не наследуют Царство Божие, и что мертвые воскреснут нетленными, не подумал, что тела не воскреснут, так как ныне они состоят из плоти и крови, прибавляет, что тела воскреснут, не такие, которые суть плоти и кровь, а преображенные в нетление. Заметь, сии слова против тех, которые говорят, что воскреснут тела не те же самые, но иные. Ибо тленному говорит сему и смертному сему, не иному, а указательно говорит сему, то есть этому. Посему, поэтому тело останется то же самое, ибо оно есть то, что облекается, но смертность и тленность уничтожаются, так что облечется в нетлении и бессмертие. Между смертью и тлением есть разность. Слово смерть употребляется только о существах одушевленных, а тлении и о неодушевленных. У нас же есть нечто подобное неодушевленному, например, волосы, ногти, но и эти предметы облекутся в нетлении. Вопросы? Есть вопрос. Задавай. Хочу обратить внимание, вот эта глава, она раскрывает суть всех чаяний христиан на земле, то есть что приобретает после смерти человек и попадания в Царствие Божие. Но перед тем, как задать вопрос, я хотел бы маленький нюанс сказать. Помните было в Евангелии от Матфея, Марка или Луки, 9 глава от Матфея 17, по прошествии шести дней Иисус взял Петра и Иоанна, возвел на гору и преобразился перед ними. И стал как солнце, то есть одежды его стали белыми, он преобразился. Это первое. Второе. После воскресения, когда Фоме говорил Господь, подай перс твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим, не знающим какого вы духа. И он это появился неожиданно, с закрытыми дверями и окнами, сквозь стены прошел и оказался среди них. То есть Христос обладал каким-то особым телом, преображенным, и вот эта тема как раз открывается здесь. Но есть маленький нюанс. Я хотел бы увидеть или показать, что есть маленькое непротиворечие. 53-й последний стих говорит. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление». Но раньше 50-й стих говорит. «Ибо тление не наследует нетление». Как с этим быть? 50-й стих опровергает 53-й. Понял, Сергей, о чем речь? Да, понял, понял. Кто может ответить? Алексей. Все очень просто, брат, можно ответить? Давай. То, что тленное, то, что земное здесь, которое гниет, умирает, оно, конечно, не наследует нетление. А когда Господь преобразит это тело, оно станет нетленным, то наследует. Понял. То есть, неприобреженные люди, не родившиеся духовно, они в рай не попадут. А нетление они получат, то есть, они будут вечно мучиться, не наследуют. Царствие Божие написано, а здесь надлежит облечься в нетление. То есть, и грешник в нетление облечется, и смертный человек, рожденный свыше, тоже облечется в нетление. Но одни наследуют Царствие Божие, а другие не наследуют. Потому что суд будет Христов. Согласно делам, которые люди сделали, живя в теле, никакой реинкарнации не будет. Все это выдумки. Вот в теле, если ты родился свыше, получил духовное рождение, отложил плотские дела, злобу, гнев, блуд, я его перечислял. Стал духовным делами россияния, любовь оказывать ближним. Плоды духа есть. Такие. Вот. То есть, тут никаких противоречий нет. Да, правильно, Володя, заметил. Тут условие. Если Господь преобразит, попадешь в рай. Царствие Божие не преобразит, не попадешь. Игнать, Тихонич, еще раз, ответьте вы. Никакого противоречия нет, и весь ответ. 1 Коринфянам 15.54 Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. Толкование. Когда это сбудется, тогда исполнится, написанное пророком Осии 13.14. Поскольку сказал нечто изумительное, то в истине слов удостоверяет свидетельством Писания. Победою, то есть окончательно, так что побежденное уничтожится. И не остается ей и надежды на то, чтобы когда-нибудь впоследствии возьметь силу. То есть смерти уже не будет. После всеобщего воскресения воскреснут и грешники, и праведники, и все облекутся в нетлении, в бессмертие. Ну, чтобы было понятно, человек, что такое? Чело, лоб, направленное в вечность. Изначально по образу и подобию Божию создан был человек, то есть бессмертным. Но грех вошел в мир, и люди унаследовали тление. Адам согрешил, а мы смертные. То есть мы стареем, рождаемся уже обреченными на смерть. Хотя и младенец, какой он там грех сделал? Только родился, никакого. А во грехе родила меня мать моя. То есть унаследуем от Адама, от Евы. Вот этот первородный он еще называется, грех. 1 Корейшеном 15, 55. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Толкование. Как бы увидев это в совершившемся на деле, воодушевляется, издает победный клич и торжествует, как бы наступая на поверженную смерть и попирая ее. Между адом и смертью можешь найти некоторое различие. Именно ад содержит души, а смерть тела, ибо души бессмертны. 56 стих 1 Корейшеном 15 глава. Жало же смерти грех, а сила греха закон полкования. Ибо через него она получила силу, пользуясь им, как бы оружием каким и жалом. Ибо как сам скорпион есть небольшое животное, а в жале имеет силу, так и смерть получила силу через грех. А иначе она была бы недейственна. Это видно и на примере самого Господа. Так как смерть не нашла в нем греха, то и осталось бездействие над ним. Потому что когда не было закона, мы грешили по незнанию и подлежали не такому строгому осуждению. А когда закон обнаружил грех, он подверг нас большому осуждению. Так как мы знаем и грешим, и сделал его сильным, не по естеству его, но по причине беспечности нашей. Так как мы не воспользовались как следовало законом, как лекарством. О чем пространнее и больше сказано в послании к римлянам. Итак, человек, не сомневайся в воскресении. Ты видишь, что и грех, который был оружием смерти, разрушен. И закон, который случайно стал силой греха, упразднен. Когда смерть обезоружена, очевидно, она уже не имеет силы. Вопросы? Ну вот у меня мысли, опять скажу, почерпнуть, мои мысли на сей счет. Вот ядовитая змея, допустим, кусает человека. Все знают, что если не будет противоядия, он умрет. Всем известно. Так и грех. То есть жало змеиное и жало греховное. То есть человек ужалил сам себя, как скорпион, грехом. Сам совершил грех, и все. И должна наступить смерть. Мы все знаем, что все мы умрем. То есть мы ужалены грехом. Все мы согрешили. Нет ни одного. И нужно противоядие. Противоядие есть Христос. Он очищает нас от греха словом своим. Вы уже очищены через слово мое, он говорит. Читая Библию, вникая, человек начинает верить, верить в воскресение душ, что на этом все не кончится, и останавливается, и понимает, что если я буду продолжать грешить, я попаду в ад и буду вечно мучен. И эта вера и страх останавливает от греха. И уже смерть над ним не властна. Ну нет, греха он перестал, он покаялся. Он принял покаяние, принял крещение, отрекся от сатаны, наплевал на него. А есть были люди, которые отвергали это противоядие. То есть нам Христос не нужен, мы вот делами закона спасемся. И апостол Павел говорит, когда Христос напрасно умирал, то надо понимать, что этот первородный грех передается по наследству. И человечество смертное. Ну а как же тогда написано, что не имея закон, сами себе закон. То есть у них в сердцах написано, и они по совести будут судимы. То есть люди жили как бы без греха получается, что ли, некоторые, даже не имея закона. Закон здесь написано, обнаруживает грех, но если нет закона, то и нет греха. Вопросы? 1 Карифонам 15, 57 Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Толкование Подвязался Господь Иисус, а нам дана победа, не по заслугам, не по долгу, но по благодати и человеколюбию Бога Отца, который сделал нас победителями через подвиг своего Сына. 1 Карифонам 15, 58 Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Толкование Поскольку, говорит, вы узнали, что будет воскресение и воздаяние добрым и злым, то будьте тверды, ибо они колебались в учении о воскресении. Поскольку уже они и не родили о жизни доброй, из-за того, что не будет воскресения, то, говорит, всегда преуспевайте в деле Господнем. Не только делайте оное, но и творите его во изобилие. Дело же Господне, то, которое любит Господь и которого Он требует от нас, есть добродетель. То есть, надейтесь, что будет воскресение, и вы ничего не потеряете из ваших трудов. Ибо прежде вы не родили одобродетели потому, что верили воскресению, и потому не хотели трудиться напрасно. Но теперь вы знаете, что никакой ваш труд не останется напрасным. Пред Господом, значит, или труд ваш, который в Господе, то есть, на который вы имели помощь свыше, так как Он обращен на дела богоугодные. Или у Господа не останется труд ваш напрасным, но вы получите от Него воздаяние. Вопросы? Начинаем 16-ю главу. Первое послание к Коринфянам, 16-я глава, 1-й стих. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских толкование. Окончив догматическое учение, перешел к главе добродетелей, милостыня. Милостыней называют сбор для того, чтобы облегчить дело в самом его начале. Ибо что было собираемо от многих, то для каждого было легко. Потом побуждает их к соревнованию, повествуя о том, что совершено было другими, как, говорит, сделали галаты. Не сказал, я предложил, но установил, что означает большую власть, дабы ты знал, что это установление царское и не пренебрегал этим делом. Вопросы? Здесь, я как понимаю, речь не о десятине совершенно идет. При сборе же для святых. То есть, вспоможение для святых. И причем не про не просьбу, а прям установление, то есть, конкретно, наверное, может быть, не знаю, как там. И дальше вот второй стих сейчас прочитаем. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Первым днем недели называет День Господень Воскресенье. И самым днем предрасполагает их к милостине, напоминая о совершаемых волны и таинствах. Очень так же благоразумно повелевает каждому сберегать то, сколько позволит ему состояние, то есть, что Бог пошлет и что будет с подручным. Ибо не сказал тотчас неси, дабы не пристыдить кого-нибудь имеющего мало, но отлагай сам у себя и когда придет время, тогда и неси. Дабы, говорит, вам не собирать тогда, когда нужно раздавать. Словами, когда я приду, делает их более усердными к сбору, так как пожертвования будут перед его глазами. Вопросы? 1 Каиф нам 16.3 Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Толкование. Хорошо сказал, которых вы изберете во избежание всякого соблазна, дабы не заподозрили, что он хочет из собранного сколько-нибудь уделите себе. Итак, после слова изберете, поставь точку, потом читай. Тех отправлю с письмами. Связь будет такая. Кого вы изберете, тех я пошлю со своими письмами. Как бы так говорит. И сам я присоединюсь к ним и приму участие в этом служении своими письмами. Подаянием, по церковно-славянски благодатью назвал это дело, то есть пожертвование, для того, чтобы показать, что они совершают нечто великое, совершают и без скорби, и без принуждения, ибо благодать такого свойства. Назвать же приношение милостыни было недостойно святых, которые имели принять ОНЭ. Вопросы? Ну, вот мне немножко вопрос. Последнее. Назвать же приношение милостыни было недостойно святых, которые имели принять ОНЭ. растолкуйте мне приношение и милостыня. То есть милостыня это как бы для нищих, а приношение это вспоможение святых. Такая разница, правильно я понимаю? То есть недостойно святых, то есть ну, Игнать Тихонич, в чем разница между приношением и милостынью? на этом. Видите, вы не просчитали, надо было просчитать Талита. Первая глава восьмой стих. Первая глава восьмой стих Талита, просчитай. А третью давал кому следовало, как заповедал мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою. Ну, возьми седьмой, там непонятно, оторвалось. Да, 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 седьмой. И отдавал это священникам. Нет, тогда шестой, шестой, Сережа, шестой надо, наверное, шестой до восьмого. Тавид, первая глава, шестой стих. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец. И отдавал это священникам, сынам Аароновым для жертвенника. Двоеточие. Десятину всех произведений давал сынам Ливийным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме. А третью давал кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою. Ну вот, три десятины. Первая нам не принадлежит, она от Бога положена. Ни ветхий, ни Новый Завет на ее влиять не могут, она от Бога, Божья, незаработанная. Бог просто приложил ее. Почему к этой десятине говорит Малахия, вы обкрадываете меня, говорит Бог. Люди, которые всю жизнь обкрадывают, вор, он никогда не говорит ворует. Вот, которые десятину наплатят, это святотатцы. И говорит, что вы обкрадываете меня, не себя, не священников, а меня, Бога. Я заработанным вашим девяносто рублям приложил десятку сверху. Она светится вся, Божья, она к человеку никак не относится. Ты ее только руками перенеси, отдай священникам. Нет, в Новом Завете не говорится. Что не говорится? Не говорится, что Бог и человек это разница? И не говорится о том, что во всем участвует Бог, что бы мы не делали, Бог во всем участвует. Нашими ногами ходит, посетили больного, посетили меня, накормили, накормили меня, поэтому Божье осталось Божьим. И те, которые отрицают десятину, они никогда это место не берут, ни один. Почему? Вор. Вот сегодня они не берут якобы закрещение, говорю, добровольное пожертвование закрещения, там, две тысячи рублей, к примеру. То есть определенно люди не понимают сколько. Вот мы живем трое. Садимся за стол, Надежда Васильевна блины принесла, но она там считает сколько. Я всегда говорю, Володя, отсчитай, сколько мне положено. Если не отсчитано, я не беру, мне неудобно как-то, а может я лишнее съем. Это требуется всегда, чтобы не было, пряники точно так же делят, сушки точно так же. Положил ты свободно, распоряжаешься, можешь это яблоко отдать кому-то или съесть. А бывает человека даже не видит. 8 человек положили 8 помидоров весной. Один сидит и помидор за помидором ест, он хозяин не разделил. Он сразу три мгновенно сел, а то у нас за столом было. Ну дальше это что? Гости, священники сядут, никому уже не достанется, а он один лопает. Почему сразу-то не положили каждому? Это и в армии, в монастыре, везде норма дается определенная, ты за нее отвечаешь. Не доел? Тебе вина за это. Вот теперь и смотри. То есть по-нашему сказать, человек как бы стесняется. Вот тебе подают подачку, что дают? Но другое дело, что это общий котел, мне разделили из него, это положено. А другое дело, подают и говорят на вашу бедность, милостыня. И апостол Павел говорит так, это приношение, что милостыней было недостойно святых. Ну как недостойно, это уже сытые они. Когда тебе надоест, тебе разницы нет, откуда, кто бросил, собака ли принесла кость, как было, когда немцы гнали пленных, одна собака приносила им, или это ворон приносит, или голубь. Стыда в этом нет, но это он уж, Феофилак слишком щепетильный говорит, назвать приношение милостыней было недостойно святых. Да святым вообще разницы никакой нету. Ну, видимо, такие были и святые они, с голоду не умирали. А принять он, который он, это вот это, для них это приносилось. Общее приношение котел собирали для Иерусалима, а каждому подавать, это тебе милостыня. Вот как сегодня государство дает, не стыдно брать, нисколько, но если я нуждался и подошел ко мне человек совершенно незнакомый, на вашу бедность говорит, я беру, а внутри себя чувствую, как-то неудобно даже на бедность. Вот об этом он и говорит. Десятина принадлежит Богу, вторая на храм и третья на милостыню. Самое щедрое будет третье. Третью ты можешь сделать из третьей и четвертой. кто щедро сядет, щедро жнет. Речь идет именно о третьей десятины, а не десятини, которые для священников. Там из заработанных десятка, она божья, и ты не имеешь права к ней прикасаться, златоуст говорит. Если у тебя есть дома деньги, и тебе хочется сохранить от воров, а ты десятину еще не отдал, божья, это божья, ты к ней рядом положи свои деньги, никогда не украдут, златоуст говорит, потому что ту десятину ангела охраняет, она Богу принадлежит. А сегодня эти крохоборы, толстобрюхи, они все оправда, десятина не нужна. Как она не нужна? Тогда надо, как у зарубежной церкви, у православной, членские взносы. На есть подходит, и у него как профсоюзная книжечка, и смещение говорит, ну-ка покажется, заплатил или нет, вот это стыдно. А когда человек понимает, что это не его, он приносит радость и говорит, вот она, божественная святая десятина. Я руками осветился через нее, мне Бог повел отдать. И поэтому люди, которые воюют против десятины, они будут торговать, питаться-то надо, а они будут делать любое безобразие, то, что запрещено. А десятина установлена Богом. Это моя десятина, Бог говорит, моя. Возьми и передай. Почему это понятно одному другому непонятно. А вот теперь все щедро. Сколько получишь. Мне дали адрес в Иркутске, его фамилия Кукушкин. Я приехал, а он, ну, как называется, пресмитер у сектанта, по-нашему, то никакой. Ну, очень радушный человек. Прям такой он принял, я мог бы рассказать, просто чудеса какие были, когда мы приехали туда. У него девять ребятишек. Последнего жена качает на руках, и видно, его опять беременная. И он говорит, я всю жизнь плачу пять десятин. Понимаете, я его первый раз видел, к нему меня направили, дали адрес. Я около него сижу, не могу на него налюбоваться, а он чем-то на Глушкова похож, такой же комплекции. И у нас ролики записаны там о детях. Вот пример сказать. Он нас не знает. Мы приехали на машине за Евангелиями, сказали, что там есть. Он ответил есть, но не сказал сколько. Он идет и думает сколько дать. Поднимаемся большое здание по ступеням как Покровский собор. Он идет через зал, я иду за ним, а дальше опускаться в подвал надо. Я в это время молюсь. Он думает дать ящика три. И вот пока он шел сзади, как говорят, я его зазомбировал. Смешно даже. Я посмотрел так, берите сколько ваша машина увезет, загружайте. И мы теперь начнем таскать ящики эти, коробки с евангелями. Ну мы же на раздачу это берем-то. И он выходит оттуда. Я всю жизнь молился, мне уже неудобно даже говорить. Господи, покажи мне хоть раз живого пророка в жизни-то. Обернулся и стоит смотреть, я впервые это вижу. А я ему Бог положил на сердце эти слова говорить. Почему? Они были божественные, чистые, без малейшей примеси, корысти. Вот как Бог делает. Почему я счастливый такой? Мне такие люди попадали всюду. И вот милостыня. Какая милостыня? Простая. Вот мы едем, не знаем, где в Лиссабоне, Португалии, Атлантический океан. Все таки нашелся человек, который дали ему 20 евро по городу уже, по Лиссабону. И он привел в православный храм. И мы заходим с обратной стороны, сбоку там где-то. Сразу выходит, я не знаю кто, но в стихаре был одет и, наверное, и подьякон. Такой солидный. А кто вы будете? Я говорю, из России. А кто? Я говорю, Лапкин. Лапкин? Оказывается, там отец Геннадий Фас был два года назад и все рассказывал, как он у меня в доме обратился. Вот как Бог устроил-то. Он только зашел оттуда мигом выносит проспорт, запивку нам. Сейчас только священник тут, и сейчас заходите и говорите проповедь. А сам встал рядом с тарелкой. И так тарелку и это все у нас заснято. Витя снимал. Кладите в тарелку кто сколько может. К нам очень близкий. Они по мне проехались. Это было в Грузии. Точно та же отец Наум еврей. Он у меня в доме обратился священник-то. Последний раз заехали в литургию. Прям среди литургии мы вошли. Кончится с литургией и мы уезжаем. Народ с такими сумками, баулами. Откуда они только по сегодняшний день спрашивают. Откуда они взяли это все сыр, не знаю. Но мы вышли в магазин никто не ходил. Или во время когда я говорил проповедь кого-то послали. Они нас загрузили и мы ехали до Лиссабона нужды никакой не имели. Что значит народ Божий насколько он открыт и не стыдно это брать. И это было достойно святых. Вот что я могу сказать. А что впереди там говорили тленное не тленное у меня нет опыта я не умирал еще. Поэтому я здесь никогда ничего не говорю. Умру и если оттуда приду то расскажу все правильно Павел сказал. 1 Корифоном 16 4 А если прилично будет и мне отправиться то они со мной пойдут. Толкование Если говорит сбор будет такой что потребуется и мое служение то и я отправлюсь. Этим также располагает их к щедрости. Хочет также иметь и свидетелей что он ничего не возьмет себе. Посему говорит со мной пойдут 1 Корифоном 16 глав 5 7 стихи Я приду к вам когда пройду Македонию ибо я иду через Македонию у вас же может быть поживу или и перезимую чтобы вы меня проводили куда пойду ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом а надеюсь пробыть у вас несколько времени если Господь позволит толкование не сказал я отправлюсь в Македонию дабы не сказали ты предпочитаешь нам Македонян но сказал я иду через Македонию то есть осматриваю Македонян спешно и мимоходом а у вас поживу этим показывает что он предпочитает их македонянам как учеников искреннейших и достойнейших ибо церковь Каринская была велика словом пробыть устрашает тех которые грешили прибавляет если Господь позволит по причине неизвестности ибо он не знал будет или не будет ему это позволено духом ибо дух водил его куда сам хотел находясь в Эфесе он намеревался оттуда отправиться в Македонию пройти ее и потом отправиться к ним многими доводами доказывает свое расположение к ним и тем что не хочет видеть их мимоходом и тем что желает чтобы они проводили его 1 Каифном 16 8 в Эфесе я пробуду до пятидесятницы толкования и это знак сильной любви что сказывает им где будет сколько пробудет и даже присоединяет причину его продолжает 1 Каифом 16 9 ибо для меня отверсто великое и широкая дверь и противников много толкования то есть многие желают приступить к вере и мне открыть широкий вход к ним так как мысль их созрела для веры ибо учитель стесняется когда ученики его неусердны напротив широкое для него поле когда ученики его готовы поэтому самому и противников много ибо дьявол видя что его лишают рабов его больше возмущается и восставляет противников вопросы кто-то в больнице мы тебя не слышим поэтому извини дорогой пиши вопросы а я переведу кто-то в больнице там у тебя 1 Каинфянам 16.10 если же придет к вам Тимофей смотрите чтобы он был у вас безопасен ибо он делает дело Господне как и я толкование поскольку вероятно было что Тимофей прибыв в Карин будет обличать тех которые грешили и поносить тех кто предостерегает их дабы богатые мудрецы не восстали против него не потому будто Тимофей не имел мужества и мог пасть но потому что они сами себе могли причинить вред а он был весьма готов на опасности хорошо сказал у вас ибо не говори мне об Эллинах когда я требую от вас что следует говори с миром вопросы 1 коринфянам 16 11 не забудь посему никто не пренебрегай его но проводите его с миром чтобы он пришел ко мне ибо я жду его с братьями полкования то есть проповедует и учит и не просто но как я что составляет великую похвалу для Тимофея поскольку он таков то пусть никто не унижает его ибо он был молод и одинок а ему поручено было заботиться о весьма многих и при том презрительных вероятно так же что им пренебрегали еще более говорит и окажет ему честь ибо это значит проводите с миром то есть безопасно без борьбы и спора со всякой покорностью словами жду его устрашает дабы они зная что он обо всем расскажет Павлу ничем не оскорбили его и одновременно выставляет его достойным почтением ибо почитает его так необходимым что ждет его вопрос вопрос вроде все понятно 1 коринфянам 16 12 а что до брата Аполлоса я очень просил его чтобы он с братьями пошел к вам но он никак не хотел идти ныне а придет когда ему будет удобно полкование Аполлос был и старше Тимофея и муж красноречивый дабы не сказали почему же послал не его а младшего говорит очень просил его и не говорит он воспротивился мне но освобождая его от порицания говорит но он никак не хотел то есть не было угодно Богу а дабы не сказали что это отговорка и предлог говорит далее одновременно и его защищает и их желавших видеть его утешает надеждой на его прибытие первое коринфянам 16 13 бодрствуйте стойте в вере будьте мужественны верды толкование концу послания опять убеждает показывает что не должно надеяться только на учителей но и самим себе внимать бодрствуйте так как есть обольстители сказал это потому что они как бы спали а не во внешней мудрости ибо в ней можно не утвердиться а кружиться сказал это потому что они колебались так как есть наветники сказал это потому что они расслабили духом вопрос 1 коринфянам 16 14 все у вас да будет с любовью толкование это против тех которые смущали и разрывали церковь учит ли кто учится ли кто обличает ли кто все говорит да будет с любовью при посредстве же любви не будет ни гордости ни разделения 1 коринфянам 16 15 прошу вас братья вы знаете стимейство стефанова что оно есть начаток ахай и что они посвятили себя на служение святым толкование здесь нужна перестановка умоляю вас дабы и вы подчинялись таковым прочее вставлено вы говорит знаете и не нуждаетесь в научении от меня семейство стефанова называет начатком ахай или потому что оно первое уверовало или потому что вело и жизнь прекрасную ибо начаток всегда должен иметь превосходство пред тем чему служит началом ахай называет оладу они определили и посвятили себя на принятие верующих нищих и на служение им и не по принуждению от других но по своей собственной воле вопрос сергей да тарман вот вопрос я не знаю насколько по теме но как бы вот значит то что вот говорят иногда что ну вот сейчас читаете да они сами избрали вот это такой путь служения вот но это как бы по совести да вот иногда люди говорят по совести что вот так вот нужно делать и совесть это одно обличает другое оправдывает но то есть как бы и не обязательно там читать библию евангелие то есть у нас как бы есть совесть внутри нас она нас обличает или оправдывает вот то есть тут как-то объясняю конечно что иногда совесть мы сами заглушаем голос совести а как бы вот еще ответить по библии вот на свете библии это так будет интересно ну Игнать Тихонич уже отвечал на подобные вопросы микрофончик выключи да все выключаю Игнать Тихонич о совести связи с библией как вот это все что первичнее а совесть или евангелие совесть совесть Иоанн Затаус говорит первый закон Моисеев то повился когда вот легко подсчитать только 600 лет накидывая до Давида ну и теперь получается 3600 лет назад закон Моисея когда это до Моисея возьми всего-то уже 7500 лет а там-то не было записи и написано что Адам записывал или Ной Мафусаил а откуда знали это закона то не было а как они знали поступать совесть но наши родители вот они евангелия не имели вот батюшка прошлый раз рассказывал как отец с матерью а сегодня там разные преподаватели споки там начинают такие перечисляют их Макаренко они ничего не знают которые книги писали как Хабарта одна повесилась другая с ума сошла а людей учили учить надо так как Бог установил мужчина глава женщина помогает жена дети должны быть в полном послушании родители имеют право наказывать детей за непослушание за дерзость заразная и вот это все люди находили в совести когда закона не было закон этого требовал в животных называемый инстинкт в него это вложено и вот если она куда не надо лезть даже маленький крысенок крыса хватает за воротник ее трепет почему испытываем дали воду немножко отравленную чтобы они болезни были она туда подсаживает а этот уже испытал она ее хватает и не допускает в ней заложено это а человека надо учить в хулиганской семье среди пьяниц и вырастает такой который неблагополучная семья поэтому он попал в несовершеннолетние преступники совесть первичная а когда совесть стала заглыхать бог дал писанный закон я обращаюсь к тому опять сколько надо жертвовать ну сколько ну сколько но апостол Павел говорит сколько впереди то у него все было известно это его жизнь была когда он платил а если этого нету ну вот утром сколько молиться установлено правило можно сказать сколько минут если так считать тихо вот мы показываем утром молимся показываем сто поклонов для чего четкие лестовки везде все определяется определено а сколько можешь да нисколько не может он будет спать чтобы вот так вот сколько может другой никогда ничего и не положит речь-то идет уже не о нем а о том что он ходит и топить не о чем будет Павел то где бывает там платит он и за дорогу и на корабле ездил плыл а деньги-то не маленькие надо было сколько может а потом все это отошло на это сегодня никто а люди берут это опираются забыв что совесть испорченная а сколько я говорю сколько считали мы Тавита первая глава шестой восьмой стих я говорю делал один это я один это делал а те которые этого не делали не платили их нигде даже неизвестно целая книга написана к нему архангел Рафаил пришел и все как у него окончилось надо маленько на это смотреть установлено и никуда это не делось другие варианты рассыпались ну а была как коммуна продавали к ногам апостолов приносили все и каждому давалось и долго это было все кончилось уже на шестой главе начали спотыкаться шестая глава деяния апостолов а дальше вообще нету то есть это такое было желание но опережало события при коммунизме говорили от каждого по способности к каждому по потребности было не было не было для коммунистов это было самые неспособные дурные подхалимы сексоты они получали там специально столовые были райкомовские крайкомовские здесь четко надо установить а вот теперь кто сколько может я вот говорю когда он вышел и говорит сколько это доброходно дающего бог любит на нужды тех которые нуждаются а там обязательное на священство обязательное на священство паэта собирал не для священников люди которые сегодня хулят божественную десятину они ничего не понимают паэл собирал не на десятину он собирал для бедствующих в Иерусалиме это третья десятина Товии а кто щедро сядет щедро жнет вот тут теперь посмотри на что ты способен вдова положила все пропитание а про десятину вообще никогда не говорили принесли они груды и груды то есть из этой десятины священники дальше выдавали где они десятины абсолютно везде везде в православных храмах торговля торговля которую Господь вышвырнул которую приравнял к обману прямо называют дом торговли к разбойникам заменили божественную десятину у нас этого нет с тарелкой не ходит десятина а какая да как это у бабки там с пенсии ничего хватает и сам священник работает как Павел ну почему я сегодня спрашиваю священника кто работает нет не работает у нас батюшка доста вещах держит сам пасет ходит сено косит матушка агроном тут с институтом сотрудничает у них 4 огорода она как трактор работает а сегодня я разговариваю священник он и откуда на все цены цены закрещения это симония как патриарх Алексей второй говорил самая настоящая симония и будем принимать канонические меры принял с этими разбойниками не принял я понимал что это отмазка он ничего не сделает его убьют речь идет о том что крутятся миллиарды не миллионы а миллиарды крутятся а пенсии они не берут его в руки даешь не берешь что делать мне звонят из разных государств это же самое из Италии из Греции я говорю к ногам священника положи поворачивайся и уходи но ничего уже не покупай а если он берет торговля должна быть закрыта ни за какое таинство нигде ничего не брать нигде и никак и все у нас снящий чекодин висит церковная и сестры вскрывают ее проходит время сейчас подошла сестра и говорит там надо поснять люди натолкали она маленькая 20 на 20 наверное сантиметров опять говорит там ложить нету все взяли роженицы там собрали ну у нас так принято и вообще о деньгах речи никогда не идет у нас избран экономист который по штату должен она отвечает а денег нет денег нет и все время деньги есть почему Богу доверились вот у меня есть что сказать на это практика так ну тут вопрос задают простите я не поняла лучше отдавать десятину нуждающимся например больным на лечение а пенсия детская с нее тоже десятину отдавать нужно десятина священству обязательное хотя бы с одного рубля с рубля 10 копеек отдай она убогом установлено она не твоя божья еще Господь не говорит что вы плохо делаете вы обкрадываете меня слово обкрадываете меня Бог говорит один раз только десяти ничего не понятно тебе дали донести дали донести а ты ее присвоил себе это не твоя десятина десятина тебе не принадлежит я одно и то же толкую и все а дальше на нуждающихся нужно сколько можешь или нисколько тебя никто не будет заставлять но тут уже надо уговаривать я говорю девять ребятишек у него и он пятьдесят пять десятин плащует плащует всю жизнь и что интересно вот я еще хотел сказать встреча какая он у них как бы пресвитер ну сектанты еретики мы садимся утром завтрак уезжаем а он нам прислуживает и смотрим он крестится а они крестного знамени сектанты как огня боятся крестится вы много найдете баптистов которые бы крестное знамение совершали мы едем по европе мы уже возвращаемся из испании там с португалии едем по скандинавии в швеции были заходим в интернет там где-то ждать там дается возможность зайти смотрим в великобритании стоят молятся баптисты ролик выставили господи благослови Игнатия его миссионерскую поездку рядом стоят дети и крестятся я вообще нигде этого не видел почему благодать благодать Божия мы с ними не встречались не знаем их и Бог так кладет на сердце мы еще не пришли туда они уже православные вот что Бог делает Бог а то сегодня миссионерские отделы придумали какие они могут быть миссионерские когда нерожденные свыше люди миссия это труд Духа Святого и он говорит пойти или не пойти как Павел два раза в разные места дух не допустил дух не допустил а не то что командировку что не выпустили вот ответ вот так то есть заменять десятину милостыней неправильно первая десятина просто со 100 рублей десятка отдать священнику а остальное сколько можешь храм там отстроить там или колокол ты можешь дать это от второй а третья там может тебе больше в два раза десятины ты можешь что-то продать быка, корову для нуждающихся понятных многодельных для больных для коллег дальше другой вопрос а пенсия детская с нее тоже десятину отдавать нужно не надо она не заработана это не заработано это государство дает высчитывать из бездетных и другое здесь говорится заработка с прибытка с огорода с морковки со всего у нас батюшка никогда не берет мы даже ягоды берем с ребятишками ну разные ягоды берем там бывает клубника есть смородина малина и мы идем из садов давайте к батюшке зайдем чтобы благословил он выйдет батюшка вот на он посмеется ни одной ягодки не возьмет да у меня свой из сады матушка это агроном у него все есть благословил мы пошли но нам идти другой дорогой короче а мы берем более длинную чтобы через батюшку пройти вот-вот где закладывается фундамент будущей жизни ребенка вот у меня приезжают ну я уж не буду говорить там всех перечислять директор Кэссовского института из Лондона в лагерь приехала столько слышала ее с Останкина провожает сюда из Москвы это что-то стоит и уезжает когда она написала в интернете мне говорят и половину не рассказали что я увидел а что она там за полдня увидела она увидела главный говорит движитель лагеря с большой буквы любовь а свои пишут всякие скверны всякое безобразие вот и ответ а как Бог делает я этого не знаю Бог так делает совершенно незнакомые люди они это понимают приезжают помогают жертвуют и жертвуют очень хорошо так что мы целое лето ну сами мукой это мукой сами все делаем прихожу в краевую администрацию знакомой вот один из примеров я а что пришел он такой грубоватый Павел Петрович Аксенов краевая администрация я говорю надо поискать кого-то бы нам помочь нам не конфеты нужно а мука у нас своя пекарня мы можем сделать русская печь а около него кто-то стоит какой-то документ оформляет он повернулся к нему слушай ты помирать думаешь нет а тот глаза такие испугнут а что случилось вот человек стоит иди выйди с ним в коридор поговорю он тебе расскажет все вообще вышел а кто вы такое я говорю начальник детского лагеря вам что-то надо я говорю надо нам надо муки матрасов нету мы соломой набиваем сколько надо матрасов 70 так а куда завести а муки сколько надо ну я говорю сколько-то ну мешков 25 надо по 50 килограмм так а куда завести все вопросы сняты Иван Иванович Лопатенко теперь он в Москве и те которые помогали все люди благословенные вот что Бог делает ты Богу только доверишь и все вопросы пропадают откуда чего как о десятине вообще не надо рассуждать она не твоя тебе дали перенести а ты ее себе прихватил и своровал Бог говорит меня обкрадывайте меня обкрадывайте все отошел спрашивают куда священник должен отдавать десятину вот если уже по большому счету то десятина скапливается у митрополита должна бы а он тогда разделяет сколько епископу у него там есть сколько священникам сколько диаконам и это все разнаряжено две трети получает от священник меньше еще меньше на две трети диакон у него семья ему надо ездить покупать бензин машину можно купить вот они должны жить достойно если много людей то много десятина вот у сектантов когда показывают они в Киеве собирают у них деньги эти собирают измеряют кубометрами кубометрами и поэтому они покупают такие вещи столько жертвуют он говорит сейчас вот мы только пожертвовали там где-то нужда была гривна она что-то стоит говорит мы сейчас только туда 4 или 5 миллионов подправили так это с одного общества только и показывают они по рядам идут ведра с крышками крышки а в крышке большое отверстие туда и таких ведер ведра большие ведра никакие тарелки чтобы деньги не разлетались а правильно и по рядам идут и показывают свалят куча просто груда денег они это понимают мы не понимаем торговля у них есть у них нет торговли а зачем она нужна они несказанно богатые люди жертвуют хорошо живут в разоренной Украине она не разорена она богатая на щедрость вот так еще задают вопрос что если нет доверия священнику ну и не ходи не ходи в церковь и не купайся или бражничай раз нет доверия никакого зачем тебе нужен сегодня он если где-то берет ну другое что-то есть там один занимается одним бизнесом другой другим и где-то ты хорошенько разузнай не доверяйся слухам не доверяйся проверь писание так говорит вот мы где платили никогда не было чтобы не было доверия вот ко мне приезжает человек он у нас был а потом уехал на север на заработки ну и возвращается Саша Долгов Александр Дмитриевич он сейчас в Барнауле живет ну и опять к нашему обществу хотел пристать я говорю а ты сколько зарабатывал ну я хорошо зарабатывал над американском бульдозере работал на золотых приисках ну я здоровый крепкий мужик такой я говорю а где деньги ну я заработал на книжке все десятину платил десятину а нет я говорю мы не принимаем воров зачем мне воры нужны ну я отдам я говорю ну давай садись и считай ну у него трудовая с тобой он сел посчитал сумма хорошая я говорю и как ну у меня на книжке столько есть снимешь сниму снимай неси он принес куда в советское время ты согласен чтобы эти деньги пошли на издание Евангелия бесплатно согласен я говорю сейчас издаю только подпольные баптисты называется инициативная группа они на северо-западной 144 находятся там Володя Фюрсов ты отдашь? конечно мы пришли представьте мы православные пришли к баптистам и им говорим и вы ему доверяете он два срока отсидел мы ему на сто процентов доверяем а люди где-то в Латвии издают подполье света не видят печатают ими занималась не КГБ а ГРУ разведка там вертолеты всяко прощупали арестовывали и сколько их пересажали и мы эти деньги пошли и отдали мы никогда вопрос не задавали куда отдавать самое главное это хлеб духовный вот у нас сборы делают батюшка говорит в Белоруссии сгорел там у отца Петра храм сразу собрали отослали и вдруг храм еще один сгорел где в Томске у батюшки грамота тогда у них тут был епископ вот у которого Михаил Хаст отца Геннадия племянник служит собрали деньги батюшке благодарность выслали вот в прошлый раз сборы были какие они из России на машинах повезли там антрацит город в Донецке где-то город антрацит и оттуда тоже благодарственную дали казаки все отвезли у нас вопрос никогда не встает куда вообще даже никогда никогда всегда на очереди стоят нуждающиеся тут библейское общество издавало библии два раза заезжали у нас цифры всегда были шестизначные и он говорит сколько лет у меня здесь библейское сибирское общество выигрывает у нас маленькая наша община вышла на первое место по жертвованию у нас народ очень хороший жертвенный мы сказали и все принесли тут же отдали пересчитали у нас же снимки есть она сидит считает которые приехали да еще спонсоры двое американцев у них приехали они к нам привезли а у нас женщина-то сестры одеты по форме а этот вышел Булатов Алексей Владимирович какие у вас женщины красивые песня такая что за женщина женщина я говорю это платки красивые да нет вот и все я говорю занятия вел в университете а ректор пришел Евстигнеев доктор профессор вышел такой как испуган а что это за люди у вас я говорю а тут отовсюду лица у них прям светятся вы разве не видите я пожал плечами да вы что у него 21 тысяча студентов и он не видит а тут зашел увидел светящийся зал корпус аудитория 410 вторник пятница вот отрапортовал у нас еще вопросы есть а еще вопросы появились давай как вести себя в храме во время службы когда видишь нарушение заблуждение небрежность людскую в вопросах веры ну в вопросах веры уже ничего не сделать найди маленький уголок где-то встань глаза за жмурью как серафим царовский об этом говорит феофан затворник когда проезжаешь по базару то лошадку понужай ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну и скорее проскочи базар и все так и здесь встань в уголок там маленький и свои мысли понужай мысли отойдите от меня я пришел грешник ну есть такое допустим я бы обязательно подошел когда они повернуты спиной к алтарю и стоят и разговаривают я подойду и все равно им скажу это храм божий разговаривать нельзя если вижу они ну 90% слушаются ну когда уже вот прощен на воскресенье тут видишь сам разговаривали я уже глаза закрыл чтобы не видеть не так делают ну найди уголок такой найди встань не искушайся я пришел к Богу а не к ним у меня один ответ Сергей можно я про сейчас секунду а после богослужения нужно ли им подойти и выговорить так не понял так Володя расшифруй он говорит а после богослужения можно выйти и выговорить этим людям нарушение да конечно если они еще тут находятся выйти вместе за пределами храма даже обязательно нужно желательно очень но если они уйдут раньше до окончания службы ты их уже не встретишь даже очень нужно что ты ревнуешь о деле Божьем о порядке Христос изгонял людей и и Василий Великий говорит да благодарим Василий Великий говорит наведи порядок а потом веди богослужение порядок больше служения а что когда у тебя шалман там вот как надо понимать благодарим еще вопрос пожалуйста да это Роман то есть с государственных пособий и с пенсии тоже получается действительно не дается так правильно от доходов что ты заработал или что тебе пенсии дают пенсия это то что с тебя высчитывали налог пенсии то нигде больше не берут пенсии сегодня из молодых которых работает высчитывают и дают тем потому что та пенсия которую мы платили ее разворовали ее нету сколько раз об этом писали фонд-то пустой и поэтому сегодня на одного работающего скоро будет два-три пенсионера сидеть и поэтому пенсионный возраст будут поднимать кто-то не доработает раньше больше умрут ну и все понятно это мы говорим так вот тюрьма там охраняют охранники он на пенсию идет кажется 35 лет а там лоб такой как-то досрочный 35-40 не знаю где-то такие области а он не заработался в коридоре ходит только вон нюхает и все идет раньше да с повышениями с разными добавками судья идет меньше чем 50 тысяч пенсии нету Лужкова недоверие Путин ему недоверие выразил отправил на него место Собянина в Москве а пенсию ему назначил а у него жена Елена самая богатая женщина в Российской Федерации самая богатая а пенсию назначили 250-300 тысячи рублей я всю жизнь горбатился три грыжи у меня и 6523 рубля да какая же справедливость а он рукой не пошевелил никогда то есть по поводу десятины десятина не дается с пенсией вот десятина не дается с пенсией правильно понял нет неправильно десятина дается с пенсией именно пенсия это то что тобой заработано заработка это твой заработок возвращается к тебе с десятины дается с детских нет студенты студенты их тоже нет но могут и платить если есть другое ты будешь более благословен мне вот бог положил на сердце десятина дает господь говорит испытайте меня бог говорит испытайте меня хотя бы этим десятина не открою ли я вам источники небесные я рассказываю чудеса почему потому что я платил не одну десятину и поэтому в таком изобилии нахожусь куда бы ни повернулся везде помощники в карман где-то суют что-то идешь совершенно незнакомые люди я иду жертвую книги директор меня отводит в другую комнату ну пожалуйста возьмите деньги директор библиотеки директор и не где-то там в Ростове-на-Дону далеко от нас первый раз нас видит и не знает куда усадить почему бог берет сердца людей в руки свои если мы для него то и бог для нас такой же это я свидетельствую своей жизнью Сергей можно вопрос давай Сергея куда-то нет ушел Игнатий Тихонович вчера смотрел я ролик с священником Андреем Ткачевым ну знаете его конечно и тема там была тема там была апокалипсис и в апокалипсисе на слова не может ни купить ни продать кроме того кто имеет начертания вот и Ткачев он так все начал раскладывать все это якобы нельзя понимать прямо а надо все это понимать в духовном смысле то есть и там в комментариях конечно люди там взбунтовались прямо да ты там поп ты там неправильно читал то-то-то ну и вот у меня вопрос какой значит если где-нибудь у толкователей значит апокалипсиса что должно понимать так как прямо мы слышим значит или все-таки есть где-то у толкователей что в духовном плане мы можем понимать эти слова вот у нас трехтомник вышел в третьем томе толкование дается 430 страниц отец Геннадий Фаст он магистр богословия он три года потратил по всем святым отцам в каких библиотеках вот он был конечно в академической в Москве он учился в академии где он доставал книги я их в руках не держал но теперь у нас это есть вот этот трехтомник там в кратком виде все ну а снова это Андрей Кесаренко подокийской я видел у нас был трехтолковый апокалипсис три толкования но есть даже семитолковый то есть разные святые отцы по разному это место толкуют не отдавая предпочтения никакому почему а мы не знаем как будет я когда не знал толкования первый раз прочитал вот что такое белый конь где я знаю белые кони как там черный конь в откровении там скачет где а когда начал ну я искал толкование вдруг его нашел православное толкование прочитал и разочаровался ну да какое же это толкование я себе думаю это он толкует белый это значит восседает на белых на святых восседает господь и ну и все остальное они изображают кони никаких коней конечно там нет а дальше а это может быть другой толкует а может быть так вид ангела света принимает сатана и он тоже влечет в другую сторону то есть два толкования прямо противоположных ничего яков 49 глава бытия благословляет сыновей и говорит что будет такое 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 там говорит лев на дороге лев на дороге а кто это сатана как рыкающий лев сатана и лев ну понятно кровожадность а он благословляет колено Иудина говорит Иуда молодой лев возлег кто поднимет его то есть речь это воскрешение Христа одним и тем же именем лев и дьявол и Христос но где как ты понимай вот такие есть места которые ну дают несколько это надо я не слышал что Андрей Ткачев говорит ну не знаю он переводит все в духовную плоскость что прямо эти слова понимать нельзя может быть и так у Андрея Кисарийского я не видел чтобы он что-нибудь сказал по поводу духовно у него конкретно и четко что люди будут что сатана будет лютовать и люди будут умирать и непосредственно по плоти эти слова но какие места не сходятся какие-то определенные какой стих неправильный как говорят печать или нет именно непосредственно на слова что не могут ни купить ни продать вот эти два слова не купить ни продать он начал разлаживать в духовном плане нет это буквально это буквально это речь идет о хлебе о питании это буквально понимается можно понимать и духовно можно но только это ну так чтобы можно понимать но это буквально не продать не купить а ради чрева человек все отдаст и вот теперь печать это начертание называется 666 видимая она будет или невидимая святые отцы одни понимали видимая как там Еприм Сирин а другие говорят невидимые а другой говорит придет время мы сами увидим узнаем может она на костной ткани на лбу или где под кожей лазерным лучом сделают и все подошел руку подставил сработал там счетчик где-то бери из прилавка у тебя столько-то еще осталось деньги-то они не нужны будут и все наши пути будут вычерчиваться там где мы брованого движения наше преступник скажет я не был его подведут скажут вот смотри и там видно будет то как вообще-то это здорово придумано я всегда рассматриваю с позиции того кто делает масоны это замечательные люди если с их стороны не признавать Бога порядок во всем мире будет ну и что ну пусть даже меньше людей будет они так понимают их много едокоп лишних но зато ни воровства ни блудодеяния ни насилие все будет под контролем а к этому стремились всегда все это я с их стороны это понятно что сатана делает ну нам понять их надо зачем они это делают такие умные люди элита но вот для этого и делают не для того чтобы только больше взять у них достаточно они заботятся о благосостоянии земного шара с их пониманием добавляю все они антихристы все ну понятно хорошо еще вопросы тут уже время уже время хорошо давайте окончим до среды на сцене на сцене запомнил сиропа ловить петля по дороге ково и с тобой наше ты не получишь и в мать и бога нашу честнейшую и славнейшую без промен и без и без и богослов рушую Сущую Богородицу повеличаем. Дайте, конечно, молитесь. Милосердный Создатель, мы предстали перед Твоим величием и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, услыши нашу молитву. Мы просим Тебя, Владыка, даруй духовное рождение патриархам, папам, епископам, священникам и пастве, и водительство Духом Святым. Дар уединения народу по Слову Твоему, а всякое заблуждение и ересь да сгинет, да распылится, да не будет ее и в помине. Укрепи веру православную, святую и истинную, и всех наставь на путь спасения. Тебе, Господи, слава за этот вечер, за воскресный день, напоминающий о Твоей победе над смертью, над злом, над дьяволом. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Слава Христос. Спаси Христос. Слава Христос.